Всем привет, с вами Александр Добромиль и сегодня мы поговорим о том, что лучше для похудания, силовая или кардионагрузка. Очень часто задают этот вопрос и для того, чтобы на него ответить, нужно разобраться, что нам вообще нужно в тренировке. На тренировке нам нужно а. потратить калории и б. выбросить достаточное количество жиросжигающих гормонов. Основной жиросжигающий гормон это соматотропин, так называемый гормон роста. Посредством физической нагрузки организм реагирует на этот стресс выбросом соматотропина. Он у нас выбрасывается, проникает в клетку, дает сигнал к освобождению жировой ткани. Жировых клеток, жирные кислоты насыщают кровь и мы их сжигаем. И когда мы хорошо выбросили, скажем так, гормон роста на тренировке, основной жиросжигающий гормон, он уже попал к нам в клетки, потом ночью у нас очень хорошо происходит процесс жиросжигания. То есть мы не столько худеем на самой тренировке, сколько мы худеем ночью. На тренировке мы даем основной задел для этого. Итак, какая нагрузка хороша для того, чтобы и потратить калории, и выбросить достаточное количество гормона роста. Гормон роста выбрасывается вследствие стресса. Стресс для организма на силовой и на кардионагрузке он будет разным. Точнее, на силовой нагрузке фактически он будет полноценным, на кардионагрузке он не будет полноценным. Не то, чтобы на кардионагрузке никакого гормонального выброса происходить не будет, но он будет незначительным, и об этом чуть позже. Основной стресс на силовой нагрузке – это когда мы добиваемся отказа в выполнении упражнения. То есть силовое упражнение. Чем силовое отличается от кардио? На силовой тренировке мы задействуем максимум мышечных волокон в определенной группе. На кардио-тренировке мы задействуем лишь небольшой процент мышечных волокон, которые просто окислительные волокна у нас работают, грубо говоря, 30%. Мы на беговой дорожке идем или бег трусцой. Эти 30% работают, окисляют органические вещества, а 70% других мышц они отдыхают. На силовой тренировке этого не происходит. Делаете в этом подъем на бицепс со сравнительно большим весом на 20 повторений до отказа, до сжения. И у вас в момент этого сжения включается максимальное количество мышечных волокон в этой группе. И в ответ на такой стресс – отказ плюс задействование всех мышечных волокон. И организм реагирует стрессом. Точнее, он не реагирует стрессом. На этот стресс он реагирует выбросом анаболических гормонов, в частности, гормона роста. И именно силовые упражнения, в первую очередь, провоцируют выброс гормона роста. У нас есть такой профессор Силуянов, он об этом очень много говорит, можете посмотреть тоже его лекции на ютубе. Он рекомендует выполнять для максимального выброса гормона роста как раз-таки статодинамические упражнения. Это, собственно, те упражнения, которые выполняются в бодибилдинге. То есть, силовые статодинамические упражнения до отказа. В аэробной нагрузке такого не происходит, потому что, еще раз повторюсь, мы идем или бежим друсцой и задействуем лишь какое-то небольшое количество окислительных волокон, которое не позволяет создать для организма такой стресс, который вызовет большой выброс анаболических гормонов. Единственное, что можно сделать, например, на кардио. Когда вы идете, например, вы идете какое-то время, раз ускорились на 30 секунд, опять идете пешком, например, или бег друсцой, опять ускорились через какое-то время. И вот в эти моменты ускорения вы задействуете максимальное количество мышечных волокон, и организм реагирует на это выбросом анаболических гормонов. И вот каждое ускорение дает выброс. И периодически, да, ускорились отдых, ускорились отдых. И вы накапливаете таким образом концентрацию гормонов в крови. И это тоже дает неплохой результат. Ну, получается фактически то же самое, что на силовой тренировке. То есть, вы подход сделали, гормоны выбросили, отдохнули. Подход сделали, гормоны выбросили, отдохнули. Таким образом, силовая тренировка дает гораздо больше выброс анаболических гормонов и дает задел для жиросжигания нашего на несколько дней вперед. Почему это происходит, да? Даже не говоря о гормонах, когда мы тренируем мышцы в силовом режиме, мы разрушаем мышечные волокна. И потом эти мышечные волокна и тот гликоген, который мы потратили, он у нас должен восстановиться. И он будет у нас восстанавливаться несколько дней. Как и мышечные волокна, так и гликоген. Таким образом, если вы добросовестно потренировались, да, справились силовую тренировку, вот этот вот задел, да, разрушенные, грубо говоря, волокна, они ускорят ваш обмен веществ на несколько дней и потратят большой, организм будет тратить большое количество энергии по умолчанию, да, для того, чтобы эти волокна восстановить. Что касается кардио, на кардио мы тратим калории только тогда, когда мы, грубо говоря, на дорожке. Вот вы встали на дорожку, вы на ней идете, там, бежите, прыгаете, неважно. Слезли с дорожки, все, это остановилось, да, и у вас потом в течение какого-то времени будет компенсироваться только гликоген, который вы потратили на этой бековой дорожке. А на силовой тренировке вы потратите гораздо больше гликогена и травмируете гораздо больше мышечных структур, которые потом будут нуждаться в восстановлении, да, и на это вы тоже потратите достаточно большое количество энергии. Кто-то скажет, а если я буду, там, 3 часа ходить, да, на беговой дорожке, там, или бегать? Ну, да, вы потратите энергию, но это не вызовет достаточного гормонального выброса. Поэтому основу тренировки для борьбы с лишним весом, для похудания нужно делать как раз-таки силовую работу. А кардио – это уже идет, скажем так, как заминка. Кардио – это неплохая нагрузка, да, но она, как правило, ставится либо отдельно, либо в конце силовой тренировки. Когда вы уже посредством силовой тренировки потратили основной гликоген, да, который… Гликоген – это источник энергии, да, энергическая субстанция, которая синтезируется у нас в печени, да, основные запасы, которые находятся в печени и в мышцах. Мы его тратим, он потом из углеводов восстанавливается. То есть, основной гликоген мы тратим на силовой тренировке, разрушаем мышечные структуры на силовой тренировке, добиваемся основного анаболического выброса на силовой тренировке, выброса, точнее, анаболических гормонов. А уже далее, затем, да, мы идем на кардио и уже тратим, скажем так, остатки того гликогена. Понятно, что весь гликоген, конечно, не потратите, который у вас есть. Вот, ну, скажем так, это уже заминка, вы тратите оставшуюся часть гликогена уже на беговой дорожке и завершаете кардио свою тренировку. Скажу по опыту, что очень хорошо работает схема, в которой вы потренировали, сейчас всегда силовая работа, выбросили достаточное количество гормонов, сделали мощный задел, да, гормональный для последующего жиросжигания. И потом, там, 20-30 минут кардио с пульсом, там, примерно, там, 120-130 ударов в минуту. Ну, вот таким вот образом. То есть, кардио, оно с силовой работой совмещаться может, ну, отдельно кардио для борьбы с лишними килограммами, без силовой тренировки. Оно не очень-то эффективно. Вот, лучше все-таки силовые упражнения дополнять, то есть, включать в свою систему тренировок для борьбы с лишним весом. Ну, вот, собственно, и все. Если у вас есть свое мнение на этот счет, пишите его в комментариях. С вами был Александр Добромиль. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok